Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня что мы с вами будем делать? Мы сегодня будем загорать. Загорать? Ну, загорать в плане, естественно, неестественного загара. Естественно, неестественного загора. Вот я люблю сказать. В общем, крошки мои, мне пришел автозагар. Вы знаете, я люблю экспериментировать. Я, в принципе, нашла себе хороший автозагар, но дальше продолжаю экспериментировать. Увидела видео, начала смотреть на ютубе видео, увидела девочку с таким нереальным автозагаром. Такой, ну, конечно, у нее там живот, пресс, вся фигня. Это, конечно, делает тоже автозагары еще более крутым. Но я зашла в видео, посмотрела, и у нее были вот такие вот автозагары. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня мы с вами будем испробовать наш новый автозагар. Я, на самом деле, смотрела много видео про этот автозагар. Называется он Lovington, и его очень хвалят, особенно за границей, всякие суперзвезды. И, наконец-таки, этот суперавтозагар пришел ко мне, и я смогу его испытать. Я, на самом деле, вся в предвкушении. Мне очень интересно, что получится, потому что у меня... Я выбрала себе средний такой вот, средний, dark. То есть там есть medium, dark и ultra dark. Но я думаю, medium я не хочу. Я для чего беру загар? Для того, чтобы быть темненькой. Тем более я планировала загорать в солярии. И я всегда поддерживаю свой загар. Всегда автозагарами. И всякими разными приспособами. Потому что лично у меня кожа, как вы видите, очень белая. Сейчас она не на автозагаре, а просто, да? Итак, что пришло мне? Мне пришел автозагар. Я безумно рада этому всему. Здесь пришло много приколюх. Значит, первое, что пришло... Это вообще конкретно для меня. Это, значит, автозагар, который проявляется через 2 часа. То есть 2 часа и все. Это как раз-таки на ночь. Или кто спешит. Или кто очень ленивый, не может ждать. В общем, вот такой вот мусс, который проявляется через 2 часа. Также есть мусс обычный у меня. Да? Бронз. Ну, тоже, то есть мы его испытаем. Но сейчас мы будем испытывать вот этот, который на 2 часа. То есть у меня их 2. Дальше. Вот такой вот бронз-шиммер. Это не автозагар. Его наносят просто сверху. Как раз-таки ножки, например, чтобы чуть-чуть блестели там, да? Он сам по себе темного цвета, да? Я его, наверное, наносить не буду. Прям непосредственно на загар, да? Может быть, нанесу. Ну, в общем, на темный. Вот он, видите, он темный весь такой. И он блестит у нас немножечко такой вот. В общем-то, шиммер такой. Ну, тут, наверное, не видно этого будет. Но, в общем, вы поняли, темный. И он еще придает более такой темный отлив вам. И он легко смывается. Так. Дальше нам пошли дальше вот такие перчаточки. Значит, первая перчаточка это для нанесения. Я ее уже открыла, посмотрела. Она, кстати, шикарная перчаточка. Она бархатная, очень мягкая с двух сторон. Я пробовала автозагары тоже с перчатками. Но совершенно было другое. И они вообще были недолговечные какие-то. Я не знаю, насколько это будет. Но качество у нее, скажу вам, в разы лучше того, что у меня было. Что я пробовала другие автозагары. И пришла вот такая перчаточка для удаления автозагара. Представляете? Ну, я думаю, это примерно будет похоже на скраб. То есть, в этой перчатке ничего такого прям особенного нет. Но она на ощупь. Она на ощупь, знаете, как... Ну, как будто мы будем делать скраб. То есть, она с одной стороны и с другой вот какая-то такая шершавенькая. В общем, мы вот так одеваем и потом все это убираем, да? Можно как раз таки, я думаю, и перед тем, как наносить. Мы как следует проскобируемся. И можно даже вот этой вот... Вот этой вот перчаточкой попробовать все это сделать, да? Качество везде все классное. Все везде написано. Ну, розовый цвет вообще. Ну, класс. И еще вот такая вот пришел такой аппликатор. Он как раз таки очень удобный для тех мест, куда мы достать не можем рукой. То есть, как минимум, наша спина, да? Сделан он вот так вот. Он открывается. И получается вот такая. То есть, вот так даже я могу уже, да? Достать сюда. Как вот так какие-то труднодоступные места. Не знаю, ну, тут все доступно, в принципе, да? Либо даже вот так в самый низ. Ну, лучше, конечно, вот так. И наносить прямо на него. Мягенький аппликатор такой вот. Вот. Очень удобный. В общем, у меня полный-полный боекомплект. И, кстати, еще пришла вот такая от них открыточка, где они лично от себя даже собственноручно написали мне приятные слова. Что очень приятно. Загар, кстати, я вам не сказала. Он из Австралии. И, конечно же, они мне еще положили вот такой вот австралийский шоколад. Это вообще очень приятно и мило. Трогательно. Ну, то есть, видно, что люди заботятся о своем клиенте. Это суперски. На, красивенько. Спасибо. Не пришлось в опрошайнике. Не пришлось в опрошайнике. Да. Я с удовольствием их попробую. Итак, с чего мы сейчас начнем? Что первым делом делается перед автозагаром? Я уже вчера сделала скраб с всего тела. Потому что лучше делать не прям непосредственно перед автозагаром, да? Чтобы кожа немного успокоилась. То есть, я делаю за день или вот на следующий день можно делать автозагар. Я уже сделала скраб для тела. В принципе, можно его любимыми средствами, вашими удобными делать для того, чтобы, ну, просто очистить свою кожу, да? Сейчас я нанесу крем на увлажню. То есть, можно, кстати, крем полностью нанести на все тело. Но я этого не делаю, потому что я увлажнила кожу после скраба. Сейчас я отдельно увлажню еще вот эти вот части, локотки, коленки, руки вот здесь вот, да? Ну, то есть, более такие места, где у нас кожа сухая. Для того, чтобы не было проявления автозагара очень такого сильного, чтобы он не въедался туда едко-едко. И чтобы у нас был более равномерный автозагар. И мы будем с вами использовать вот такой вот за 2 часа. В общем, посмотрим, что будет. Конечно, я вам покажу, что сейчас было до, что будет после. В общем, оставайтесь со мной. И так, прошло у нас 2 часа. Я искупалась. Причем без мыла, без ничего. Вот, что у нас осталось. Как видите, может быть, сейчас еще легкое покраснение после воды. Но легкий оттенок появился. Но не так, чтобы прямо стали сразу темные. То есть, легкий оттенок, как видите. Ну, лично я его вижу немного. Но так как мне этого недостаточно, и я хочу сразу стать шоколадкой, я сейчас попробую взять обычный делюкс, который нужно смывать не через 2 часа, а, допустим, утром. Сейчас я его нанесу и утром смою. Что я могу отметить с этим средством? То, что я сначала испугалась, что во всех автозагарах все время остаются, как вы знаете, на руках вот такие разводы, да, какие-то. То есть, у меня ничего нигде не осталось. Даже когда были темные руки, оно достаточно равномерно и красиво все нанеслось, да. И на ногах нигде, в общем, у меня не осталось вот таких следов, как обычно. Вот локти, как обычно, остается на автозагарах, да. Но в любом случае оттенок остался не насыщенный, как мне хотелось, да, а такой легкий. Возможно, если второй и третий раз использовать это средство, то мы добьемся уже нужного результата. Ну, в принципе, это и хорошо. Знаешь, как поспешишь людей насмешишь. Но мы попробуем все равно средство вот это вот. И тогда завтра мы посмотрим, что у нас будет. А пока я его буду наносить, попрощаюсь с вами. До завтра. Ну что, мои хорошие, вот что у нас в итоге получилось. Получился, в принципе, красивый, ровный загар. Мне нравится. После того, как я смыла его, конечно же, большая часть загара, она осталась. Но также нужно быть аккуратными с ногами, с руками, со всеми теми местами, где остается у нас загар, потому что, в принципе, он там и остается. Лучше, может быть, даже его на руки не наносить. Но я люблю на руки наносить, поэтому вот такие у меня руки. Нет, не надо показывать. В общем, также нужно внимательно относиться к местам, где у вас такие более сухие места. Их нужно смазывать кремом и наносить туда вообще по минимуму. А лучше вообще туда не наносить автозагар. Вот, в принципе, я сейчас довольна. Пойду вот такая вся загоревшая, красивая гулять. Очень мне понравилась их перчатка для нанесения всего этого. Я пробовала разные перчатки. И эта перчатка мне нравится тем, что она вся такая цельная с двух сторон. И, ну, как это, не соскальзывает рука при нанесении всего этого. И очень мягко, очень классно. Еще мне нравится, что этот автозагар темный. Я люблю контроль автозагара, и я раньше пользовалась тоже такими контрольными, да. Когда ты намазываешь, ты видишь, где все темно. И понятно, что основной потом смывается, остается тон, тон, тон. Вот, но ты, но во всяком случае ты видишь, что где-то намазала, да. В отличие от других автозагаров. Что касается, который за два часа, мне кажется, он придает легкий оттенок. И он такой накопительный, потому что я через два часа не была супер-мега загоревшей, да. Но и при этом он не оставил сильных следов именно в местах, где все время оставляют. На руках и на ногах. Второй же, он уже оставил следы, такие явные. Но он придал всему телу хороший темный такой загар, как вы видите. Вот. Ну что, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Все ссылки на продукты я оставлю внизу. Вы также можете изучить продукты, которые есть у них на сайте. И если вам что-то понравится, приобрести себя. А я с вами прощаюсь. Желаю вам быть красивыми, загоревшими. Покорять весь этот мир. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok